Доброе утро, мои дорогие красавицы! С вами Лилия Донскова. И сегодня я вам покажу полный комплексный уход, как я ухаживаю за своей кожей лица. Я буду использовать сегодня аппарат SkinPro. Он у меня сейчас с массажной насадочкой. Покажу вам все насадки. Это новый аппарат от компании Arifane SkinPro Sonic 3 в 1. Я от него просто без ума. И мы сегодня будем с вами пользоваться. В ней я буду пользоваться, а вы будете смотреть. Это моя любимая серия Novage Ecologen. Полный комплекс. Ну что, поехали. Первое, что нужно сделать, это очистить лицо. Для этого я его готовлю аппарат. Удаляю насадочку. Одеваю первую насадку. Это щеточка, которая будет чистить кожу. Она очень просто вставляется. То есть одно движение руки, легкий поворот и насадочка на месте. Далее. Нужно смочить кожу. Я использую, мне очень нравится спонж коньяко. Он у меня уже достаточно старенький, но он так долго служит и я от него просто без ума. Им удобно и удалять все загрязнения, маски снимать, очищать кожу. Прежде чем начать ощущение, я вам покажу массажные линии. Если лицо разделить по центру, то мы работаем подушечками пальчиков. От центра подбородка мы двигаемся к мочкам уха. От крыла носа движения идут к вискам. Далее такой вот круг вокруг глаз. То есть если мы работаем с глазками, то по рубидальной косточке, по кругу. От внутреннего угла по верхнему веку к внешнему. От внешнего века по нижнему к внутреннему. То есть как говорят три к носу. Вот запомните эту фразу, чтобы не было наоборот. Это линия наименьшего натяжения кожи. Носик мы работаем вверх и лоб расходимся в стороны. То есть очень простые движения. Вверх-вверх по кругу, лоб в стороны. Все просто. Шеи. Мы работаем также подушечками пальчиков. Передняя часть шеи мы все движения делаем вверх. Далее уводим и так вот в стороны к мочке уха и спускаем вниз. То есть здесь у нас находятся лимфоузлы в этих точках за ушами, да, к ушкам. И вот где-то в этой области. Поэтому мы такими движениями усиливаем кровоток. То есть отодвинули кровь, опустили. То есть у нас прошло улучшение кровообращения. Пока я болтал, у меня кожа уже высохла. Поэтому я еще раз ее смочу. Смачиваю кожу аккуратненько. Беру мой любимый гель-пенку на Vage. Руки должны быть мокрые. И есть два варианта. Если у вас нет такого аппарата SkinPro, то вы на пальчиках начинаете... Ручки же мокрые. И я вот так прям взбиваю пенку. Смотрите, появляется пенка. Можно водички чуть-чуть добавить. Открою воду. То есть немножко воды. И я тут же прям на ручках делаю такую вот пенку. И после этого начинает массаж лица делать. Легенький. То есть чувствуете, я скольжу по поверхности кожи. Я сейчас не буду работать шеей активно, потому что я нарядная. А вообще, конечно, я делаю все очень тщательно. Потому что лицо у нас начинается достаточно низко. Вот эта вся зона, это однородная кожа. Она относится к коже лица. И поэтому здесь мы ухаживаем также. Если у вас есть аппарат SkinPro. Сейчас я его вам покажу, продемонстрирую. Мы мочим щеточку. Встряхиваем немножечко. То есть щеточку увлажнем. Нажимаю на кнопочку. Сразу выставляю. Ой-ой-ой. Как хорошо. Вот эта щеточка идут вибрации. Почти 13 тысяч этих вот вибраций. Она выбивает просто из пор все загрязнения. Я буквально просто прикасаюсь. То есть я не делаю ничего особенного. Но так как шумно, я уберу щеточку. То есть я уже лицо промассировала. Все. Можно смывать. Я этим же диском коняку аккуратненько убираю пенку. Он тоже очень нежный. Обращаю внимание, какие делают ошибки. Я очень часто замечаю, когда вижу, как девочки ухаживают за кожей. То есть они начинают, например, удалять макияж. Что-то делать. Оба стороны помогают тянуть спонж. Ни в коем случае аккуратненько. То есть легкими движениями. Особенно если вы не знаете, как правильно делать массаж лица. Не занимались этим специально. То ни в коем случае сами себе лучше не делайте. То есть это легкие нежные прикосновения. И так лицо я очистила. Промакиваю. Просто промакиваю. То есть никаких натираний. Все. Просто промокнула. Следующее, что мы делаем. Я беру ватный диск. Обычный ватный диск. Беру тоник. Если в этот день мазку не делаем, то просто лицо протираем тоником. То есть я налила достаточно много тоника. Никогда не экономлю на своей коже и аккуратненько протираю по массажным линиям. Лоб в стороны. То есть проходим от носа. Лоб в стороны. Крылышки. Все протерли. Шейку вверх. Все. Ватный диск выкидываем. Следующее движение, которое я делаю, это глазки. То есть я беру крем для глаз. Мне очень нравится, что у него такой металлический шарик. Он охлаждает. И по орбидальной кости. То есть орбидальная кость. Вы можете ее нащупать. Это косточка. Вот она. Под бровью сразу. Делаю такие вот круговые движения. То есть близко к глазам я не подхожу. Следующий глаз. То есть немножечко крем выдавили. Его много не надо. Он такой крем-гель. Фактически его не видно. Если глазки сильно устали. Видите, я этим роликом. Он скользит. Я как бы разглаживаю эти мимические морщинки. Двигаюсь к носу. В то же время это и идет легенький массаж. Если глазки уставшие. Если есть отечность у вас. То можно положить в холодильник минут на пять, чтобы он прям холодненький стал металлический шарик. И после этого сделать массаж. Великолепно снимается отечность. Кожа разглаживается. Станется такая выразительная. И если крем остался, можно аккуратненько безымянным пальчиком вбить его. Смотрите, я вбиваю. То есть я не тру, а делаю хлопочки такие легенькие. Это и усиливает кровообращение. И мы не натягиваем кожу. Кстати, что можно делать с этим кремом? Он великолепно подходит для кожи вокруг губ. Если вы не хотите, чтобы у вас были морщиночки вокруг губ. Да, вот тут вот сеточка такая бывает зачастую. У женщин с возраста начинает появляться такая сетка морщин. То используйте крем также для кожи вокруг губ. Очень хороший помощник в этом деле. Также он быстренько впитывается. Следующий этап это сыворотка. Как раз сегодня новую сыворотку достала. Сыворотка у меня заканчивается быстрее всего. Часто спрашивают, какой продукт как заканчивается. На самом деле у меня сыворотка в первую очередь заканчивается. Я беру одну-две капельки. И сыворотку начинаю вот так вот вбивать. Мы ее вбиваем в кожу. Я ее набираю и вбиваю. Тогда она сделает вам лифтинг эффект. То есть если вы ее просто намажете, будет один эффект. Если вы сыворотку вобьете по массажным линиям. Вот как я сейчас делаю. То будет эффект, что вы ее в кожу подтягиваете. То есть обычно в первую очередь падает овал лица. Обвисает у кого-то носогубные складки. У кого-то здесь. То есть разные процессы старения идут. У кого-то мелкоморщинистый тип. У кого-то мускульный. У меня усталое лицо. То есть это вот когда носогубки падают. У кого-то есть гравитационный тип старения. Это когда падает контур. Но у меня контур достаточно четкий. Вот если вы посмотрите. Но проявляются носогубные складки. Ну как бы в 44 года это ни капельки не странно. Но я могу сказать, что ни разу не была у косметолога. И пока не собираюсь туда. В общем-то меня все эти процессы косметологические больше даже пугают. Мне проще вот самой делать ежедневный уход. 5 минут уделять своей коже утром и вечером. Даже меньше. Это я сейчас отболтаю. Рассказываю. Время уходит много. А так это все очень быстро. И следующий этап. Я беру дневной крем. Мне очень нравится, что он с дозатором. То есть я также выдавливаю вот сюда на кожу руки. И аккуратненько также вот пальчиками набираю. И начинаю вбивать. Уже сверху по сыворотке. Тоненький слой. У всех по-разному. Кому-то нужно больше крема. Кому-то меньше. Кожа берет. У кого-то я слышу такое выражение. У меня кожа как губка. Прям как губка впитывает крем. Да. Значит кожа голодная. Ей нужно. Дайте ей крем. Не жадничайте. Чтобы она была напитанная. Потому что зачастую бывает, что женщина выглядит не очень. Айс. Я бы так сказала. Просто потому что кожа голодная. Ей нужно дать нормальный уход. Просто напитать ее масочками, кремом. И кожа будет просто супер сиять. И немножко на лоб. Обязательно лоб. Ну вот у меня челка закрывает. А так конечно на лбу уже появились признаки старения кожи небольшие. Ну мимика. Я очень такая эмоциональная. У меня активное лицо. Поэтому никуда не деться. То есть нанесли крем. Вот после этого я могу сказать, что уход сделан. Мы прошли с вами все этапы. Достаточно быстро. Пенкой мы быстренько умыли лицо. Тоником протерли тоник кстати. Вот мой тоник. Протерли кожу. Потом мы нанесли крем для глаз. Сыворотку. И сейчас я по крему. Сейчас сниму насадку. Покажу вам как делать массаж этой же насадкой. То есть вот она у меня чистенькая. Я быстро включаю. Крем еще не впитался. И делаю вот так. По массажным линиям. Это такой кайф. То есть вы видите, я кожу не сдвигаю. Я сверху. Вот эта вибрация, она как будто утюжок разглаживает кожу. Вокруг глаз мы не делаем. И то же самое в другую сторону. В это время болтать нельзя. Я остановлюсь. Главное, чтобы вы поняли принцип. Заметили, что я не двигаю кожу. Я скольжу по крему. И если вы чувствуете, что крем уже впитался, то нужно остановиться. Я заметила, что когда я стала делать массаж SkinPro каждый день. А я пользуюсь, наверное, две недели уже. У меня очень заметно разгладилась морщинка межбровная. Даже носогубные складочки как бы приподнялись. Подпрыгнули. Нет такого, ну прям вот, что их вообще нет. Да, они есть. Носогубные складочки. Они у меня всегда есть. Но они заметно разгладились. И у меня вот тут улучшился контур. Это всего две недели. А пользоваться можно каждый день. Я делаю иногда утром, иногда вечером. Хочу вам показать эффект на губах. Вот как эта вибрация работает. Смотрите, какой у меня сейчас цвет губ. Он такой натуральный, спокойный. Я просто пройдусь сейчас по губам. Тут тоже есть немножко крема. Массажером. Смотрите. То есть сразу губы заметно становятся ярче. Потому что усиливается кровообращение. Эти вибрации очень тонкие, очень мощные. То есть он необыкновенный крутой этот аппарат. Если вы еще думаете, нужен он вам или нет, то я однозначно для себя бы выбрала да. Потому что этот аппарат, получается, что он заменяет несколько салонных процедур. То есть очищение. А я вам еще не показала насадку. Но просто сегодня у меня как бы нет просписания. Это силиконовая щеточка. Которая шикарно отшелушивает кожу. То есть ее также можно использовать с гелем на мокрую кожу. Гель наносится на мокрую кожу. И этой насадочкой уже работаем также по массажным линиям. И происходит великолепное просто очищение, отшелушивание мертвой кожи. Вот на этом наш с вами уход за кожей закончен. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. С удовольствием это обсудим. И я вам желаю красоты с натуральной косметикой Oriflame. До новых встреч в наших видео. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.